Землетрясения, затопления, снежные заносы, пожары. К чрезвычайным ситуациям природного и техногенного характера готов и наш регион. Матрасы, одеяло, подушки, печки, резервные генераторы, палатки, резервуары с питьевой водой и не только. На этом складе хранятся вещи первой необходимости. Ежегодно запас материально-технических ресурсов пополняется за счет средств, выделяемых правительством региона. Ежегодно у нас идет восполнение. То есть в прошлом году правительством мы подали номенклатуру. На основании этой номенклатуры правительство закупило два генератора, проваливались 1500 квадратных метров, 3,30 чрезвычайных шифер и 49 кубов пиломатериала, 100 раскладушек. В Сунжи располагается несколько ангаров на базе материально-технических ресурсов правительства Ингушетии. Кроме общереспубликанского запаса, материалы в случае чрезвычайных ситуаций подготовила и администрация Сунжи. Для этого из бюджета ведомства каждый год выделяется определенная сумма. При эвакуации населения в городе есть 4 пункта для временного размещения людей. Они расположены на базе школ. У нас в материально-техническом резерве находится 5 кубов лесоматериала, 180 листов шифера, также 60 раскладушек, 60 подушек, одеял. На базе администрации находится полностью окомплектованная оперативная группа комиссий чрезвычайных ситуаций. Это автомобиль высокой проходимости, также средства первой необходимости, такие как ранцевые огнетушители, противогазы, халаты, химзащиты, костюмы химзащиты. Есть дальномер, даже есть аппарат измерения радиационного фона. Тысяча листов шифера, столько же свечей, 6 насосов для откачки воды, 10 отопительных радиаторов, 10 буржуек, палаток, полотенца, постельное белье, раскладушки, пиломатериалы, позаботились о нуждах своих жителей и сотрудники Сунжинского района. Материальный резерв приобретен за счет средств ведомства. Закупку вещей они начали в прошлом году и в дальнейшем планируют пополнять запасы. С учетом того, что наш Сунжинский район располагается в горной и предгорной зоне, также имеют место водные объекты, чрезвычайные ситуации не исключаются. Также у нас определено 10 пунктов временного размещения населения. То есть, если произойдут какие-то катаклизмы, природные катаклизмы иного характера, у нас есть возможность отселить население с пострадавших районов или сельских поселенных, эти пункты временного размещения. За сохранность материального резерва отвечает МЧС Ингушетии. Ежемесячно сотрудники ведомства проводят проверку всех представленных вещей. У нас идет просушка, перекладка, обработка от вредителей. То есть, у нас есть договоренность, которая ежемесячно приходит обрабатывать от вредителей, чтобы не шла порча резерва правительственной. В случае чрезвычайной ситуации мы готовы в любое время экстренно отпустить правительственный резерв. У нас все готово. Сам материально-технический резерв ежегодно будет увеличиваться, чтобы в случае ликвидации чрезвычайных ситуаций каждому из жителей региона была оказана соответствующая помощь. Дана Плиева, Султан Могушков, Новости 24.